Одним из первых среди подростков в нашем городе вакцинацию прошел Николай Колесников. К возможности привиться он отнесся с энтузиазмом. Родители его начинания поддержали. Я всегда мечтала сделать ее. И ждала то, что скоро появится детская вакцина. Ее можно уже использовать. Вот появилась и теперь я вакцинировалась. Мне очень сильно хочется, чтобы все дети в России и вообще на планете вакцинировались. Очередей на вакцинацию подростков пока нет. Отличительных противопоказаний у спутника М по сравнению с классической прививкой тоже не имеется, пояснил главный внештатный эпидемиолог Департамента здравоохранения правительства Севастополя Сергей Грыга. Это в первую очередь обострение хронических заболеваний, остроинфекционные заболевания. Ну и абсолютно противопоказания – это аллергические реакции с анафилактическим компонентом на компоненты вакцины. Согласно всем требованиям законодательства Российской Федерации, дети старше 14 лет могут принимать решение самостоятельно по вакцинации. Перед вакцинацией подросток обязательно проходит осмотр педиатра. Старт программы по прививанию несовершеннолетних от коронавируса – мера, по словам заведующей отделением Организации медицинской помощи несовершеннолетним городской поликлиники номер 2 Екатерины Саламахи – необходимая. Если в начале пандемии мы говорили о том, что коронавирусная инфекция практически не затрагивает детский возраст, и вся нагрузка в основном шла на терапевтическое звено, то сейчас с приходом, прежде всего, дельта штамма ситуация кардинально поменялась. Главное отличие спутника М от других вакцин – скорректированная дозировка. Дозировка в вакцине снижена в 5 раз. Фактически, ребенок получает 1,5 дозы взрослой вакцины. И это абсолютно оправдано, так как иммунная система подростка реагирует более активно на вакцинацию. По результатам проведения клинических испытаний, иммунный ответ у детей, которые проходили вакцинацию, составил 93%. Кирилл Попов, Севанформбюро.